Вы начали считать себя женщиной две недели назад, верно? Я пришла не об изменениях говорить, я пришла надрать кое-кому задницу. Это все еще смешно, но теперь это не просто сатира. Теперь это реальность. Этот тяжелоатлет, которого зовут Лорел Хаббард, я не знаю его настоящего имени, но теперь он носит имя Лорел, он станет... Он станет первым трансгендерным спортсменом, который выступит на Олимпийских играх, после того, как Новая Зеландия выбрала его для участия в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Это решение было принято во имя справедливости. Этот парень, это огромный и крепкий мужик, и он собирается соревноваться с очень спортивными женщинами, но он будет больше и крупнее, чем они, потому что он мужчина, а мужчины крупнее и сильнее женщин. Я подозреваю, что ни одной из тех вещей, которые только что озвучил, больше нельзя озвучивать. В соцсетях мне, возможно, разрешат это озвучить, но мне без сомнения не позволят сказать подобное в корпоративном зале заседаний, или в правительственном зале, или даже в школе. Нам больше не разрешено озвучивать эти простые факты. Но это просто безумие, что этот здоровенный чувак собирается участвовать в соревнованиях по тяжелой атлетике в женской категории. И, по всей видимости, он покажет очень хорошие результаты. И мне все должны притвориться, что это замечательное, шокирующее историческое событие. Южный парк высмеивал эту идею всего два года назад. Это было представлено абсурдом в Южном парке всего два года назад. Итак, к нам присоединяется Хезер Свонсон. Мисс Свонсон, вы рады участию в состязаниях? Я передать, блин, не могу, какую свободу чувствую, назвав себя женщиной. Теперь я могу состязаться с женщинами, и я всех как разом мажаю. Вы начали считать себя женщиной две недели назад, верно? Я пришла не об изменениях говорить, я пришла надрать кое-кому задницу. Это все еще смешно, верно? Это все еще забавно, но теперь это не сатира. Теперь это реальность. Это происходит прямо сейчас. Это не просто какое-то там соревнование в глуши. Это происходит на Олимпийских играх. Такой же чувак, возможно без бороды, такой же огромный и крепкий, мускулистый чувак будет соревноваться с женщинами. И нам всем придется притвориться, что с этим все в порядке, что это совершенно нормально, и даже хорошо. И после того, как он очень хорошо выступит на соревнованиях, мы все должны притвориться, что это невероятное историческое событие. Иногда от левых можно услышать, что нет никаких доказательств того, что транс-женщины сильнее или имеют какое-либо несправедливое преимущество перед настоящими женщинами. Они бы не назвали их настоящими, они бы просто сказали, что это еще одна разновидность. Это посты из фейкового аккаунта, это анонимная учетная запись в Твиттере, и он разместил небольшую ветку постов вчера вечером. Это всего лишь один случай, у нас нет времени, чтобы рассмотреть все примеры. С 1998 по 2012 год Лорел Хаббард, тот парень, который теперь участвует в Олимпийских играх, не смог квалифицироваться ни на один профессиональный международный мужской турнир по тяжелой атлетике. В 2013 он меняет пол, и с 2014 по 2021 год квалифицируется на 11 профессиональных женских турниров, включая Олимпийские игры. Мне кажется, или у него было небольшое преимущество? Извините, я не эксперт. В 2017-м СС Телфер занимал 390 места в рейтинге среди мужчин в забеге на 400 метров с препятствиями. В 2018-м Телфер меняет пол, то есть начинает притворяться женщины. В 2019-м он стал чемпионом среди женщин. В 2021-м он пытается квалифицироваться на Олимпийские игры. С 2013 по 2015 год Анна Маузи участвовал в 22 играх в австралийской команде по гандболу, забив 0 голов. В 2015-м Маузи меняет пол. В 2018-м, не без скандалов, он получает разрешение выступать женщинами 6 раз, забив 23 гола. Хм, мне кажется, у Анны было небольшое преимущество. Может, это благодаря его мужскому телу и биохимии? До 2015-го гольфист Халли Дэвидсон не выиграл ни одного соревнования среди мужчин. Кажется, он даже не смог квалифицироваться. В 2015-м он меняет пол. В 2021-м Дэвидсон стал первым мужчиной, который выиграл профессиональный женский турнир по гольфу. В 2019-м Мэри Грегори, Мэри, который изменил пол в стрелом возрасте, начинает заниматься, просто взял и начал профессионально заниматься тяжелой атлетикой, соревнуюсь с женщинами. И в своем первом турнире он выиграл во всех девяти дисциплинах федерации и побил 4 мировых рекорда в процессе. Просто внезапно начал заниматься, знаете. Но теперь это она, так что все в порядке. До 2006-го Фоллен Фокс служил в военно-морском флоте. Потом он изменил свой флот. И с 2012-го по 2014-й год он был бойцом ММА в женском дивизионе. Он выиграл все, кроме одного боя. В одном бою расколол женщине череп. Список можно продолжать. У меня есть очень, очень много примеров. Так что не позволяйте им говорить, что нет никаких доказательств. Что нет ни одного примера того, что транс-женщина имеет преимущество перед другой женщиной. Перед цисгендерной женщиной. Это просто неправда. У них явно есть преимущество. Они всегда выигрывают, либо почти выигрывают в каких-то невероятно редких случаях. Как вы видите, некоторые из этих ребят начинают заниматься спортом, будучи уже старыми. Но они все равно добьются большего успеха, чем женщины. Потому что они больше и сильнее. Для доступа к эксклюзивным видео и видео, которое нам заблокировал YouTube, вы можете подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании.